Полностью разрушены шесть квартир, обвалились перекрытия между этажами. Дом признали непригодным для проживания. По предварительным данным, в квартире на первом этаже в селе Филинское взорвался газовый баллон. Дом признали непригодным для проживания. Газ – один из основных источников энергии в современном мире. В нашем городе около 40% домов оснащены газовым оборудованием. Несмотря на все свои преимущества, при неправильной эксплуатации этот вид топлива таит в себе опасность. Чтобы избежать трагедии, нужно помнить несколько простых правил. – Правопроведение регулярно того, которое у нас проводится, допускать наших специалистов. Потом, естественно, не пользоваться неисправным оборудованием. То есть плита вы купили, то есть это ваша плита, это будет уже ваша собственность. То есть вы за ней уже будете, как говорится, это не муниципально. То есть вам надо будет стоять за ваш счет. Должно быть не захламлено, легко воспламеняющие предметы, не размещены ни на оборудовании, ни рядом. Поскольку газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, чтобы заметить утечку, на газорегуляторной станции в него добавляют адорант. При появлении характерного запаха нужно немедленно перекрыть подачу газа. – Потом провести мероприятие по проветриванию помещения и, естественно, вызвать специалистов и ждать. При этом, соответственно, не пользоваться ни электроприборами, ни открытым пламенем, постараться не пользоваться ни домофонами, то есть ни телефоном. Вызвали, ждем специалиста. При появлении запаха в подъезде нужно также вызвать специалистов, предупредить соседей, оставить открытую дверь в подъезде, не пользоваться открытым огнем и электроприборами. Утечки газа происходят в основном из-за человеческого фактора. – То есть кто-то забыл на плите, что-то убежало, газолило комфорку, пошла утечка. У кого-то, скажем так, произвели подключение люди, не относящиеся, не работающие к газу, то есть произвели самовольные работы какие-то по ремонту или по подключению. Специалисты Саровгаз призывают горожане быть бдительными и при появлении запаха газа сразу вызывать аварийную бригаду, которая оперативно и своевременно ликвидирует взрывоопасную ситуацию. Все заявки принимают круглосуточно по телефону 04-104-112 или 7-51-33. Продолжение следует... Продолжение следует...